Привет, друзья! Сегодня 18 декабря, сейчас раннее утро, рассвет. Я нахожусь на Суре. Такой хороший мороз, градусов 10. Практически никого нет. У меня сейчас два рыболова прошли вверх по течению. Я встал где-то на глубину 8 метров. Ловлю судака на ратлины, пытаюсь пока поймать, поклевок нет. Вообще этот сезон как-то начался в плане рыбы, скажем так, не особо удачно. Ездил несколько раз на рыбалку, на каму ездил, в Камское устье. И как-то без трофеев, можно сказать. Вот, к примеру, не так давно мы ездили с Сашей. Вы его отчеты наверняка видели в группе. Я давно хотел с ним сходить на рыбалку. Привет! Чего-то мы долго едем. Наверное, Саня в какое-то рыбное место нас везет. Красиво, да? Да, смотри-ка, на фарватере нет никого. Пока еще. Ну что, Сашка, у тебя какая по счету вылазка уже на зимнюю рыбалку? В этом году третья. Слушай, Саню, как ты давно, что ли, рыбалкой начал увлекаться-то? Ну так, до этого, с детства. Потом, считай, как травму получил. Пару лет не выбирался вообще, потом что-то опять начал. Что вообще произошло-то? Как у тебя так получилось, что это? Падение неудачное. Перлом позвоночника. Сколько тебе было лет? И дома-то было? Да, получается, 8 лет назад. 20-21 год был у меня тогда. Я как раз с армии приехал, получается, с весной. Что осенью упал. За осенном поехали на машине, на большой на грузовике. Получается, с кузова упал. И неудочно. Но время пробовал на фидер тоже. Да, обычно сидишь на реке, и хищник гуляет. И что-то мне стало интересно. Ну, хочу уже, считай, хищника поймать. Думаю, как там, надо же постоянно перемещаться по берегу. А я, считай, не могу, думаю. Таки, думаю, не поймаю этого хищника. Потом в интернете смотрю, ну, тоже группа есть. Там тоже инвалид-колясичники. Один парень тоже фотки выложил. Судака, щуку поймал, короче. Я думаю, будет тяжело это. Я тоже, наверное, смогу. Естественно. Купил спиннинг. Плесны там всякие. Первый год, ну, я осенью начал. Вообще ничего не поймал. Потом на второй год понемножку так локуни. Чучки небольшие. Потом уже где-то на третий год, наверное, начал уже более-менее. Иногда поклевывали вот такие вот пипирочные рыбки. Там то ли красноперка, что не помню, что у нас там. Ерши. Вообще в жизни таких никогда не ловил. Там, ну, я не знаю, вот с мизинец, наверное. Что-то непонятно, то ли кто-то си. А? Ого. Трофей сегодняшний. Вот это да. Здоровенный ерши. Вот такая рыбалка. Слушай, может его взвесить, а? Наверное, нет весов таких, которые ювелирные нужны. Смотрите. Какой матерый ерши. Распушился. Смотри-ка. Красавчик. Слушай, ну, нет-нет, у меня поклевки случаются. Ну, видимо, такой маленький. Я его чувствую просто замотылял так вот. Вот он, сейчас опять даже почувствовал. Лида, это твоя первая зимняя рыбалка. И ты смотри, как тебе сразу повезло. Ну, какой красавец, а? Просто огонь. Как он взял? Удочку из рук не выбил? Смотрите, вот это вот да, вот это рыба. Ну, кстати, для уехи самое то. У меня сход был один. Прям здоровый был судак там, а у нас подсака не было. Мы на лодке были. Ну, не смогли его взять, получается, прямо под лодку и ушел. Но я успел голову видеть, голова здоровенная была. Ну, килограмм по два, наверное, был. Потом на следующий день поехали, сразу подсак купили. Что думаешь? Сейчас, подождем. Что-то, друзья, товарищи, у нас сегодня очень такая трудовая рыбалка. Рыбу приходится вымучивать в прямом смысле. Погода хорошая, но не клюет. Не хочет и все. Ну, действительно, поставил одного мотыля и получше начал клевать. Так что, как обычно бывает, раз на раз не приходится, да, Эти? Да. В прошлый раз налогил, а вот сегодня что-то у нас пока не клеится. С папой ездили, вот, кстати говоря, по-моему, как раз на это место. Расставил поставушки. Я, естественно, опять на Ратлин стал. И вот, помню, решил переместиться где-то метров с 9 на 7 на 8, немножко, да, ближе к берегу стал. Вот, и ток опустил, у меня мощная поклевка на Ратлин. Опа! Поклевка была! Вообще жесткая! То, что была сильнейшая поклевка, тем более, что у меня стоит плетенка, в руку стукнуло так, что сердце до сих пор стучит. Ну, не удалось рыбу засечь. Папа увидел, сразу сместился, пробурился прям рядышком со мной. Тут же вытащил хорошего такого судачка. Ты так крикнул, как будто у тебя краконёк. Вот он! Это мой судак! Судачок! Ха-ха-ха-ха-ха! О, блестит какой! Все-таки первым у нас рыбу поймал папа. На тюльку, да? Обратите внимание, какая сработала с тюлечкой, с подсадочкой. Вот так вот она вот выглядит. Ну, и потом у меня еще было несколько поклевок. Еще! Да хорош ты у меня судака-то оставь-то! Все, ушел? Ну, надо сказать, у меня тогда судак покрупнее стукнул. Долбани хорошенько! Как в прошлый раз, чтобы у меня выпих, плеча был сразу. Опять тащит! Не, ну и что, ну-то баранье гнул. Где рыб-то? Ушел? Прямо подо льдом! Ха-ха-ха! Бывает! Вот так, товарищи, как обычно бывает. 10 минут рыба клевала. Поимели несколько поклевок одного судака, поймали. И все. И вот опять тишина. Хожу, ищу, бурю. Куда-то он отошел. Одни практически на сей суре. Я начал смещаться вверх по течению. Очень много лунок бурил. Разбурил вот этот весь участок. Лунок, наверное, 20 точно сделал. Ни одной поклевки, ничего. Тишина. И у них тоже не клюет. Ой! Прямо как даже обидно становится. 10 минут, и все. И ни одной поклевки. Ну как же так? По-моему, на самые дальние лунки удалось мне взять одного некрупного биржа пучка. Может, они реально с давлением? Опа! Есть! Тихо! Некрупный биржа пучка. Несколько путается сразу. Маленький биржик. Вот он такой вот, Радлин взял. Вот, а говорят, да? Большой, большой, куда там. О! Чикошный. Ну что, товарищи, вот такой вот маленький бирж злодей взял на 93-й Мэднесс. Вот так вот, друзья, товарищи, классическая ситуация. Только сели и обедали, да? У всех, наверное, такое было. И тут же поклевка. Еле успели. Догнали, поймали, вытащили. Мы рады. Хорошо, что удочку не вытащил. Да. Вот это третья, 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 третья. Давай. Пусти, пусти. У меня рука занята. Ага. Короче, лучшее время для клёва, когда садишься есть. Ага. Так. Какой-то небольшой биржик у нас. Опа. Да, вот это хороший бирж. Ага. Ух ты. Ага, надо доставать. О, видишь, что? Маленький трюльничок спас. Ну, для биржа пойдёт. Нет, это нормально. Это нормальный, да. На тюльку. Вот. Ставить надо вот такой маленький крючок. У тебя, получается, за тюльку за хвост был, как обычно, да? Засыплено, вот видите. Вот поэтому не сошёл. И тогда на Суре, в принципе, мы поймали пять или шесть, ну, биржей. Там, по-моему, было два судачка, точно не помню. Следующая рыбалка была, опять же, на Суре. Саша Малышев предложил. Вот, поехали мы на Затон и Суры, что-то там рядом с Ядрином. Они поставили жерлицы. Я, опять же, пошёл на русло в поисках судака. Ну, тогда, помню, народу уже много было. Саня сейчас, в данный момент, устанавливает жерлицы. Кстати, обратите внимание, он тоже купил New Polar. Саня, ты ещё в боевых условиях его пока не тестил, да, в суровых? Суровых нет. Да, но с уверенностью можно сказать, так как я уже три года его ношу, костюм полностью себя оправдывает в любую погоду. В нём очень комфортно, тепло и всё остальное. Ну что, оставил я ребят. Выдвинулся в сторону русла ловить судака. Думаю, вот здесь, наверное, пока попробую. В толпу не очень хочется идти. Начну отсюда. Ну, а там уже буду двигаться по разным направлениям. Буду искать судака, клыкасика. Пока впечатление, что утечки нет. А он сколько уже сидит. Сейчас тоже в ту сторону буду двигаться по направлению. И я тогда что-то за весь день, ну, очень много лунок пробурил. Было буквально там две какие-то поклёвки. Короче говоря, судак что-то сегодня у нас вообще не хочет клевать. Вернулись на затон. У Санька, ну, как трофей какой. На мормышку. А, смотри, в пиявках, понимаешь? Стоит. Ну, какая. Темненькая. Темненькая. Симпотная. А потом уже что-то в конце дня, где-то в районе двух часов, наверное, Саня что-то ко мне подошёл, мы с ним разговариваем. Я сижу уже так, как бы без особого энтузиазма. Ну, думаю, сейчас домой поедем. И тут у меня судак. Вот та самая поклёвка, о которой я говорил. Был 105-й ратлин в таком тёмном цвете с красноватым брюхом. Судак. Хороший. Во! Всё-таки дождался я своего. Вот так вот, товарищи. Весь день, можно сказать, без поклёвок. Ну, такой где-то килошный, наверное. Вот он, сработал 105-й размер. Через несколько дней мы решили с Женьком поехать на Камское устье. Тогда впервые я ездил на такой посудине, типа лодки с пропеллером. Может, побольше экстрема, или там вперёд. А я ещё сидел на ящике. И там на какой-то кочке, в общем, я этот ящик удачно раздавил. Был ящик и нет ящика. Пока ехали местами, местами ехали, местами плыли. Лёд очень тонкий. Ну, короче говоря, я на ратлин буду. Женька тут сейчас будет экспериментируем. Ну, я, наверное, тоже, по-моему, на ратлин, если у тебя не найдётся. Давайте, ладно, начнём. Опа, поклёвка. Даже не смотрел, почувствовал. Сошёл. Чё, Жень? Крокодил? Женька, да, речью потерял. Оху, вот это крокодил. На ратлин у меня несколько поклёвок было таких, ну, слабеньких, скажем так, подбросанных чисто бершины. Вот, ну, а Женька, в принципе, удачно ловил бершей на шведский прыщ с подсадкой тюльки. Вот, Женька первую берша поймал, особо крупно, прошу заметить. Вот такой вот крыщик. Бэту по земле. И тюлечка. Берш неплох. Это я ратлину просто здесь их саккумулировал. Ой, Женьке, очередной трофей. А вот это уже у тебя судачок. Вот, значит, мелкий судачок есть, значит, крупный будет. Не факт. У Женьки крупняк пошёл. Да, аккуратно. Вот. Так я его отпущу пока. Судачок. Похоже, да, посмотри, клыки есть, значит, да. Да блин, он ещё маленький. Женёк начал вот с этого, потом вот тот пошёл. А сейчас, ну, вот крупняк уже. Так, сейчас, похоже, будем перемещаться на другое место. Так как кроме мелкого берша у нас, здесь лучше ничего нет. Самый крупный берш был вот у товарища, там, типа, под килограмм, наверное, да? Под килограмм. Да. Да, ну, такой хороший, прям, добротный берш. Но всё равно это слабо для камня. Бершашки ловить. Вот он. Ну, спал лучше. Здоровый, блин. Блин, ну какой-то мелкий вообще просто. Привет, что ли? Да, да, сидит он. Дергается. Ужас. Арата сегодня клевать что-то не хочет. Редко-редко. Удрёвки бывают. Стычки подбросы. Скорее всего, тоже подходит. Вот. Ну, а на тюльку с прыщом, в принципе, народ ловит. Ну, в целом, хотя, псюни, с погодой повезло. Погода хорошая. Вот. Выбрались, провели неплохое время. Да. Вот. Самое главное. Главное, поклёвки увидели. Уже хорошо. Да. Значит, всем пока. Всего доброго. Поэтому ставьте лайки, если вы тоже приезжали домой без рыбы. Ну, и самое главное, берегите своё здоровье, будьте здоровы, одевайтесь правильно на рыбалку, и через много лет вам организм скажет большое спасибо. Так что увидимся. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok